Севастополь Севастополь Около 500 человек посетили рекреационные центры Севастополя с начала мая. Порядка 400 туристов стали гостями пансионата «Изумруд» в бухте Ласпи. В этом году учреждения провели капитальный ремонт одного из трех корпусов, подготовили масштабные культурные мероприятия как для туристов, так и для крымчан. Курортный сезон в пансионате «Изумруд» стартовал месяц назад. С тех пор его гостями стали около 400 человек из разных городов России и стран ближнего зарубежья. По словам руководства, на июль и август ожидаются полная загрузка пансионата – до 500 человек. В начале лета, несмотря на еще прохладное море, в «Изумруде» отдыхает около 60 туристов. Замечательное море, чистое, глубокое, красивые дельфины. Отдыхаем уже здесь давно и много лет. В очередной раз приехали сюда. Видно, что пансионат готовится к встрече гостей, к сезону готовится, значит, все покрашено, все чистенько, уютно. Поэтому думаю, что тем людям, кто приедет сюда отдыхать, будет комфортно и удобно. Снимаю номер, чистый, светлый, все обслуживание, все очень прекрасно. И, например, я только что ходила завтракать, советую зайти. Пока туристов принимает два корпуса пансионата из трех. Еще один откроют с 10 июня. Там завершится капитальный ремонт. Кроме того, для размещения отдыхающих на территории изумруда есть коттеджи и летние домики. Жилье и тип питания можно выбрать на любой вкус и кошелек. Здесь четыре собственных пляжа, в том числе детский. Мы получили разрешение от ГИМС. У нас выставлены буи, у нас работает спасательная служба, у нас работает медик. То есть мы обеспечиваем полную безопасность отдыхающих на пляже. Для постояльцев пансионата предусмотрена культурная и спортивная программа. Для взрослых бег и йога по утрам, для детей игры, конкурсы, мастер-классы. Кроме того, этим летом запланированы массовые мероприятия для всех желающих. У нас существует путевка одного дня. Она включает в себя посещение любого мероприятия, которое проходит на территории пансионата. С 9 по 12 число будет проходить сальсофестиваль. С 15 числа у нас будет выступать сотрудники ДОФА с программой «Дюймовочка». С 17 числа у нас будет концертная программа. И 18 числа у нас будет спектакль. Курортный сезон в Изумруде продлится до 30 сентября. Но по словам руководства пансионата, если будут желающие приехать позже, его продлят до октября. Вероника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Мацигор продолжает принимать поздравления с юбилеем. Теплые слова и пожелания выразил руководитель города Дмитрий Овсянников. Полблагодарил участника обороны Севастополя за героизм и мужество, проявленный в годы Великой Отечественной, пожелал здоровья и долгих лет жизни. Напомним, Ивану Мацигору 4 июня исполнилось 95 лет. Во время войны он еще курсантом Севастопольского военно-морского училища защищал подступы к городу. Затем был эвакуирован на Кавказ, служил десантником. После учебы во Владивостоке стал штурманным корректировщиком на Балтийском флоте. После отставки полковник Иван Мацигор посвятил себя военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он до сих пор посещает севастопольские школы и проводит уроки мужества. К новостям спорта. По итогам 27-го тура премьеры Лиги Крымского футбольного союза определены золотой и серебряный призеры чемпионата. Матчи состоялись в Ялте, при городе Симферополе, Евпатории и Севастополе. По информации пресс-службы КФС, футбольный клуб «Севастополь» на своем поле со счетом 6-0 разгромил КФУ «Бахчисарай». У севастопольцев голы забили Сергей Ференчак, Алексей Яблонский, Андрей Кива, Никита Скворцов и Евгений Прокопенко. Этот результат позволил команде из города Герои досрочно стать чемпионом. Ближайший преследователь Крым-Теплица из Симферопольского района отстает от нашей команды на 4 очка. Матчи завершающего 28-го тура состоятся в субботу 10 июня. Сыграют ТСК «Таврия-Океан», КФУ «Бахчисарай», Крым-Теплица, Севастополь-Евпатория и Кафа-Рубин-Ялта. Начало всех матчей в 17 часов. И о погоде. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 24, плюс 26 градусов. 7 июня в городе без осадков. Ветер северный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем 25-27 градусов со знаком «плюс». Средняя температура воды в Черном море плюс 18, плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова